Какие последствия гиперопёки в детстве? Самые печальные, потому что на самом деле гиперопёка – это чудовищный эгоизм родителей. Мама не готова отдать роль кормящей мамы, перейти в маму сначала поддерживающую, а потом духовно поддерживающую, да, и хочет остаться вечно мамой кормящей, потому что таким образом она как бы себя видит более молодой. Это бессознательные процессы совершенно. Мамочка может совершенно не отдавать себе в этом отчёт. Очень страшно ощущать себя старой, потому что, когда ребёнок растёт, соответственно, и возраст мамы тоже прибавляется. А когда это он у меня всё такой вот маленький, то и я вроде как молодая мамочка. А что получается с нашим чадушком в результате, да, вот такой вот гиперопекающей позиции? Либо это человек такой очень эгоцентричный, эгоистичный, который привык, что мир крутится вокруг него, и все кругом ему должны и обязаны, да. Я вот такой вот царь и бог, а вы обслуживаете меня. Весь мир – это моя обслуга. Второй вариант. Он считает, что вот о нём все будут заботиться, все будут о нём заботиться, потому что вот он хорошо покушал свою кашку и попросил даже добавку. И вот поэтому все будут прям вот так вот радоваться вот его успехам. На самом деле, когда-нибудь жизнь его столкнёт с суровой правдой, и очень скоро, и ему очень будет сложно, да, вот из этого уютненького мирочка переходить в реальный мир, где бывает всё очень по-разному. Ну и третий вариант. Женить бы на собственной маме такая получается, да, в переносном смысле. Когда мама постоянно говорит, лучше мамой никто о тебе не позаботится. Вот так, как мамочка тебя никто не накормит. Лучше мамы тебя никто не поймёт. И вообще, кроме мамы, ты никому не нужна или не нужен, да. И если в идеале ребёнок в подростковом возрасте должен начать сепарироваться, а потом, если всё идёт правильно, покинуть родное гнездо, маме необходимо пережить вот этот период пустого гнезда и вернуться к самой себе, к своему супругу, если таковой имеется, да. Вот. А ребёнку, оперившемуся, лететь дальше, да. Если ребёнку слишком хорошо в своём гнёздышке, если ему там прям так тёпленько, уютненько, а ему говорят, что «а там вот бобо, там опасно», так не будет он уходить с этого гнёздышка. Тепло, уютно, безопасно, хорошо, да. То есть по каждому вопросу человек будет советоваться с мамой, по любому поводу бежать, жаловаться маме, с работы заходить пообедать к маме вместо того, чтобы идти в свою семью, там, да, вот, и всячески всё время делать своей жене или своему мужу отсылки на свою родительскую семью. А вот у моих родителей, а вот у моей мамы было вот так вот, да. На самом деле всё это признаки несовершённой сепарации. Или человек будет, наоборот, по-подростковому пытаться вырваться из этой гиперопёки, но всё время будет находиться в состоянии борьбы со своей мамой. Вот я хочу уже в свою семью, а она меня, а она меня. То есть такая вот подростковая позиция, да, тоже последствия гиперопёки. Поэтому, родные мои, отпускайте своих детей. На самом деле уже с того момента, когда мы начинаем выходить в другую комнату от своего ребёнка, это уже начало сепарации. И наша задача, как родители, на самом деле подготовить ребёнка жить отдельно от нас. И в этом и есть, наверное, наивысшее проявление родительской любви. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова